Если за окном минус 20, а отопление отключили, температура в квартире в стандартной пятиэтажке будет опускаться на 3-5 градусов в час в зависимости от ветра. Поэтому коммунальные службы должны оперативно реагировать на все тревожные сообщения жителей. Если вам позвонил житель и сказал, что у него чего-то нет, воды, электричества, тепла, еще чего-то, вы должны ему сказать, уважаемый житель, заявка принята, аварийная бригада выдвигается. В течение, вот здесь написано специально, вода вернется в течение 6 часов, горячая вода 8 часов, отопление 8 часов, электричество 24 часа, газ 24 часа. Если воды нет более 4 часов, необходимо обеспечить ее подвоз. При этом жители должны знать, где он будет организован. Михаил Каратаев напомнил представителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний о регламенте. Он утвержден правительством региона и четко определяет, в какие сроки коммунальные службы должны устранить ту или иную непредвиденную ситуацию. Ситуация, когда человек 20 раз позвонил или 15 минут продолжал звонок сбросился, недопустима. У вас должен там круглосуточно сидеть ваш сотрудник. Я сама буду проверять, просто выборочно звонить и смотреть, кто мне ответил, а кто нет. И такой способ связи жителей с коммунальщиками предпочтителен, подчеркнул замглава округа. Звонок напрямую в аварийную службу ускорит решение возникшей проблемы. Чего не скажешь о сообщениях в социальных сетях. Но и диспетчерам нужно помнить о важности обратной связи. Люди должны знать, что произошло и когда работы будут завершены. Евгения Августина, телекомпания Одинцова.